обсуждению достаточных статистик и такого случая, когда связанные с ними условные распределения и математические ожидания легко вычисляются. Мы с вами говорили, что основным определением, основным свойством, выделяющим достаточную статистику, являясь такое. t называлась достаточной статистикой. Если условное распределение выборки при известном t не зависит от параметра. От параметра t. Если так оказывалось, то как только у нас на руках появлялась несмещенная оценка, процедура взятия математического ожидания условного t с уголочком относительно t тут же давала нам лучшие. В прошлый раз мы с вами проверили теорему характеризации, которая дает возможность делать заключение о том, является ли статистика t достаточной или нет. Однако после такого заключения по-прежнему остается сложным вопрос вычисления вот такого условного математического ожидания. я думаю, что те из вас, кто смотрел две предыдущие лекции, помнят сложную формулу, в которой участвуют поверхностные меры на поверхностях уровня функции t, в которой участвует градиент функции t и так далее. Так что вычисление такого условного математического ожидания в общем случае не самая лучшая процедура. Однако есть ситуации, в которых вычисление условного математического ожидания сводится к операциям из линейной алгебры. И вот сегодня мы начнем знакомиться с такой ситуацией. Итак, тема сегодняшней лекции гауссовские случайные вектора. Гауссовские случайные вектора. Мы будем обсуждать как раз какие вектора и функции от них, что условные математические ожидания вычисляются крайне легко. Но поскольку речь будет идти о случайных векторах, давайте вспомним, какие определения случайного вектора и какие числовые характеристики нам известны и каковы их свойства. Итак, перед тем, как переходить конкретно к гауссовским случайным векторам, вспомним, что же такое случайный вектор и как можно о нем разговаривать. Я напоминаю. Кси случайный вектор – это просто набор из n, если речь идет о пространстве rn случайных величин. случайный вектор в рн – это то же самое, что набор случайных величин. Ничего больше. Эти случайные величины мы называем координатами нашего случайного вектора. Ну и теперь давайте вспомним, какие основные характеристики случайного вектора мы знаем. Ну, так же, как и для случайных величин, можно говорить о моментах. Так, например, определен вектор m, вектор средних. Это математическое ожидание кси, которое получается просто взятием математического ожидания каждой координаты. Ну, я думаю, что тут и примеры-то приводить не нужно. Все вы знаете и умеете вычислять, знаете, что такое математическое ожидание, и умеете его вычислять. Следующее. Что является аналогом дисперсии случайного вектора? Вот здесь можно поговорить немножко. По той причине, что мы с вами трактовали дисперсию случайной величины как описание отклонения. Отклонение. Вот. Вектора 12 случайной величины кси от среднего. Однако, когда мы будем иметь дело со случайным вектором, ситуация усложняется. Давайте посмотрим на картинку. Если я имею, скажем, пространство R2, и вот эта точка M оказалась средним нашего вектора, то что значит отклонение? В какую сторону его мерить? Ну и здесь на помощь приходит такое соображение. Давайте зафиксируем какое-нибудь направление. Ну, например, возьмем еще лямбда из РН и посмотрим на такую случайную величину, как скалярное произведение кси умножить на лямбда. Я напоминаю, это просто сумма ОК от единички до M лямбда кси кси. Это случайная величина. Ну и на нее можно смотреть как наследие нашего вектора в направлении лямбда. Ну, тогда для нее, для вот такой случайной величины, конечно же, математическое ожидание определено тривиальным образом. Все у линейности и вот этой формулы мы просто получим скалярное произведение M умножить на лямбда. Но для нее же определена и дисперсия. Вот для нее отклонение от этого среднего значения вычисляется уже каноническим образом. Мы можем сейчас говорить о дисперсии вот такой случайной величины лямбда. Кси умножить на лямбда скалярно. И вот она будет характеризовать отклонение этой случайной величины от среднего значения. Ну, давайте посмотрим, что это такое сейчас. Вон у нас написано сумма. Я могу проводить вычисления. Окажется, что это то же самое, что математическое ожидание. Здесь я сразу вычту из этой суммы вот такую и возведу в квадратность. Тут будет вот что. Сумма ОК от единички до Н. Здесь лямбда катэ, а здесь ксикат минус М катэ. В квадрате. Работаем. Ну, дальше мы с вами воспользуемся таким же приемом, которым пользовались уже неоднократно. А именно мы вместо квадрата суммы напишем двойную сумму. Равно равно здесь будет математическое ожидание суммы по К Ж от единички до Н. Здесь ксикат минус МК кси Ж минус МЖ а здесь лямбда К на лямбда Ж. Последнее, что я сделаю, внесу математическое ожидание под знак суммы. Получится такое выражение. Ро МО Верхнюю часть доски. Хорошо, я буду хорошо, сейчас мы чуть-чуть об так хорошо. Вот. значит вносим математическое ожидание под знак суммы. Получается вот такая вещь. Сумма по К Ж от единички до Н. Здесь математическое ожидание кси К минус МК на кси Ж минус МЖ и, наконец, лямбда К лямбда Ж. Почему я внес математическое ожидание под знак суммы? Да, чтобы у нас появилась квадратичная форма от вектора лямбда. Действительно получается вот такая вещь. Это просто сумма ОК Ж от единички до Н АК Ж на лямбда К лямбда Ж. Здесь АК Ж это вот то математическое ожидание, которое мы записывали. кси К минус МК на кси Ж минус МЖ. Что на самом деле в прошлом семестре мы обсуждали не что иное, как ковариация случайных величин кси К и кси Ж. Вот. Так что мы приходим к выводу, что с нашим случайным вектором кси сейчас связана целая матрица. Целая матрица. Давайте мы ее еще разобрешем. Значит, это матрица вот такого вида. Мы ее будем называть называть ковариационной матрицей вектора кси равная здесь стоит ковариация кси 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 ж когда к ж меняется от единички до р. Вот. И используя эту матрицу мы можем записать теперь такую формулу, что дисперсия скалярного произведения нашего случайного вектора с произвольным вектором из это есть квадратичная форма матрицы А. А лямбда лямбда. Вот. Таким образом мы пришли к выводу, что вместо среднего и дисперсии, которые у нас были для случайных величин, для случайного вектора мы сейчас имеем такие характеристики. Вектор средних средняя и ковариационную матрицу А. Вот. Ну, давайте вспомним, какими свойствами обладали средняя дисперсия для случайной величины. Случайной величины средняя, конечно, могла быть самым произвольным числом, а вот дисперсия, как мы знаем, была неотрицательной. Здесь тоже вектор средних очевидно может быть произвольным вектором из пространства РН, а вот матрица ковариаций, вот эта матрица А, тоже имеет определенные свойства. Ну, какие? Давайте посмотрим вот сюда. Дисперсия ксилянта это есть квадратичная форма матрицы А. Дисперсия была неотрицательной. Следовательно, квадратичная форма матрицы А неотрицательна. Это первое. А второе, я думаю, понятно, что ковариация для любых случайных величин альфа-бета это то же самое, что ковариация бета-альфа. следовательно, случайная матрица симметрична с звездочкой равно А. И она неотрицательна, я это записываю как А больше или равно 0. Итак, мы выяснили, что сейчас случайному вектору соответствует вектор средних и матрица ковариации. Ну, конечно, при наличии матрицы. Причем матрица ковариации обязана быть неотрицательной симметричной. Очень полезно себе представлять, как меняются вектор средних и матрица ковариаций при линейных преобразования от случайного вектора. Почему? Ну, мы все помним, что математическое ожидание вещь линейная. Вот. Если домножили случайную всю на константу, константа выносится, сложили случайную причину, ну, значит, сложились матожидания. Синус от матожидания не равен матожиданию, синус от случайной причины. Это я на всякий случай. Вот. Точно так же мы знаем, дисперсия вещь неринейная, но мы знаем, что я случайно умножить на константу, она выскочит из-под нагодисперсии с квадрата. А как сейчас? Дело в том, что в пространстве РН линейных преобразований уже гораздо больше, чем коста умножения сложения. Давайте посмотрим, каковы свойства вектора с РН и матрицы ковариаций при линейных преобразованиях случайных векторов. Итак, линейные преобразования случайных случайных векторов и средняя и говаруационная матрица. вектор и говаруационная матрица А. Давайте рассмотрим такое афинное преобразование вектора кси. Значит, я возьму B, это будет производный вектор из Rn, а T, большое, это будет линейный оператор, то есть это будет сейчас матрица размера n на n. И рассмотрим новый вектор случайный, это равный T к Си плюс B. Попробуем понять, как поменялись для него средние и квалиации. Математическое ожидание вектора это, я так пишу математическое ожидание, подразумевая, что, конечно же, мы берем сейчас математическое ожидание каждой кардинке. Итак, это есть. Оно линейно, поэтому T вынесется за скобки, за знак математического ожидания. Здесь останется математическое ожидание КСИ. Ну а константа, константа и будет плюс B, равно T умножить на n плюс B. Вот новое среднее. Вот здесь для нас ничего неожиданного нет, ничего нового тоже нет. При линейных преобразованиях случайной величины, случайного вектора со средним происходят все те же самые линейные преобразования. То есть вот сделали мы тут умножение на что-то плюс что-то, значит так и осталось. Среднее умножилось на эту матрицу и добавилось. А вот что происходит с ковариационной матрицей? Давайте попробуем понять. Ну я думаю, что все понимают, что обсуждать дисперсию, ковариацию можно не учитывая сдвиг. То есть я буду считать, что B сейчас равно нулю. Такое свойство мы хорошо помним для случайных величин. Случайные величины, если их сдвинуть, сохраняют свою дисперсию. То есть даже если у меня было две случайных величины, я каждую из них сдвину на свое число, то их ковариация не поменялась. Так что я поэтому буду сейчас считать, что иметь место вот такое равенство. И мы попробуем вычислить новую ковариационную матрицу для вектора это. Ну что мы должны сделать? Я думаю, что если мы обсуждаем ковариационную матрицу для вектора это, я вот так ее обозначу. Это будет ковариация для вектора это. То, что я знаю. По определению, по построению этой ковариационной матрицы, ее квадратичная форма на произвольном векторе лямбда должна быть сейчас равна дисперсии дисперсии это умножить на лямбдер. Скаляр. Так? Ну, а вот это я уже как бы могу дальше вычислять, пользуясь формулой для это, которая еще сохранилась внизу. Вот я эту формулу сейчас как раз выделю. Равно дисперсия. Здесь что будет? Т умножить на вектор кси на равна. Ну вот здесь появляется чуть-чуть того нового, ради чего я затеял разговор о ковариационных матрицах и их преобразованиях. Вот сейчас я пользуюсь типичным приемом из линейной алгебры. Я перебрасываю вот эту матрицу на второй сомножитель скалярного произведения, но со звездочкой, да? На сопряженную алгебру. Равно дисперсии кси умножить на т со звездочкой от лямбда. Ну а дальше как бы ответ известен. Мы то знаем, что в терминах ковариационной матрицы кси последняя дисперсия записывается как квадратичная форма. Это и есть а кси на т со звездочкой лямбда, т со звездочкой лямбда. Так что я могу теперь продолжить равенство и снова перебросить т со звездочкой на первый сомножитель в скалярном произведении. Получится такая вещь. Равно Т А Кси На т со звездочкой Лямбда Лямбда Вот я теперь подчеркну начало и конец нашей выкладки. Вот оно начало, с чего мы стартовали. Мы пытались определить квадратичную форму ковариационной матрицы нового вектора ЭТА. Получили вот такую квадратичную форму. Я теперь обращаю ваше внимание, что и эта матрица АЭТА должна быть симметричной, и вот эта матрица ТАКСИТ со звездочкой тоже симметричная матрица. Давайте мы этот факт даже себе запишем. Мы знаем, что по определению, по построению АЭТА со звездочкой, это есть АЭТА. И точно так же совершенно тривиально убедиться в том, что ТАКСИТ со звездочкой. Со звездочкой это то же самое, что ТАКСИТ со звездочкой. Почему так? Ну, потому что, когда мы берем звездочку от произведения операторов, они меняют порядок на обратный, и все появляются со звездочками. Т с двумя звездочками это просто Т, А со звездочкой это А, и, наконец, Т со звездочкой это Т со звездочкой. Зачем я говорил про то, что оба эти матрицы или оба линейных оператора в пространстве АЭТА симметричны? Да по той причине, что симметричный оператор однозначно определяется своей квадратичной формой. На самом деле для несимметричных операторов так, но симметричный оператор задается своей квадратичной формой. И раз есть равенство квадратичных форм, значит, есть равенство самих операторов. Таким образом, окончательно приходим к формуле преобразования квадратичной матрицы при линейных трансформациях. А именно, я уже записывал ответ, А вот это будет равно ТА кси Т со звездочкой. Или давайте все-таки еще раз напишем чуть более подробно. Ковариационная матрица вектора ЭТА равна Т умножить на ковариационную матрицу вектора Кси умножить на Т со звездочкой. Так меняется ковариационная матрица случайного вектора при линейных преобразованиях. Ну вот, это были наиболее расхожие и полезные для нас в дальнейшем моментные характеристики случайного вектора. Они очень просты. Его средняя и ковариационная матрица, с помощью которой мы можем характеризовать размах случайного вектора от его среднего в произвольных направлениях в нашем пространстве. Давайте вспомним и о других характеристиках. Так, что у нас еще есть? Это характеристическая функция. Запишем ее. Это характеристическая функция случайного вектора. Есть вектор Кси. Мы определяем его характеристическую функцию. Сейчас как функцию, заданную на пространстве РН. Сейчас у нее в качестве аргумента выступает вектор из пространства РН по формуле математического ожидания Е в степени И. Здесь стоит скалярное произведение Кси умножить на ленту. И это минимум 9. То есть, на самом деле, здесь, как и в случае с дисперсией, с ковариационной матрицей, происходит такая вот редукция. Мы знаем хорошо, что такое характеристическая функция для случайной величины. И записываем характеристическую функцию для случайного вектора. Выписываем просто всевозможные скалярные произведения с элементами пространства. Это случайные величины. Для них есть характеристические функции. Ну, значит, вот такой новый набор. Здесь лямбда пробегает все РН. Вот он-то и будет уже характеристической функцией случайного вектора. Ну вот. Уже без доказательства давайте мы отметим просто тот факт, что характеристическая функция случайного вектора, так же, как и в одномерном случае, полностью задает его распределение. ФИКСИ полностью определяет распределение вектора. То есть все вероятности с ним связаны. В частности, полезно себе представлять, как выглядит характеристическая функция вектора с независимыми координатами. Давайте посмотрим пример. Пускай КСИ – это случайный вектор, и КСИ1, КСИН имеют характеристические функции ФИКСИ1, КСИ1, КСИН. То есть сейчас ФИКТ от Т – это есть математическое ожидание, Е в степени ИТКСИКТ. Так вот, давайте предположим, что КСИ1, КСИН независимы. Координаты нашего случайного вектора КСИ независимы. Как тогда выглядит характеристическая функция вектора КСИ? Ну, давайте посчитаем. Математическое ожидание Е в степени ИТКСИ, Сумма ОКО от единички до Н. Я выписываю ускорянное произведение. Лянда К, КСИКА. Ну, вот здесь я позволю себе дальнейшее преобразование сделать с помощью тряпки, а именно внести вот эту мнимую единицу вот сюда. Равно математическое ожидание произведения по пользуемся свойствам экспоненты пока от единички до Н. Е в степени ИТКСИ. Лянда К, КСИКАТЭ. Вот. Ну, и вот сейчас мы получили под знаковое ожидание произведения независимых случайных величин. Так? Следовательно, это не что иное, как произведение математических ожиданий, произведение ОКО от единички. Ну, и как раз мы видим там характеристические функции наших случайных величин. Вот. Так у нас выписывается сейчас характеристическая функция случайного вектора, имеющего независимые координаты. Вот. Что еще? Кроме монентов, кроме характеристической функции, в некоторых случаях у нас была плотность распределения, да? Давайте запишем сейчас плотность распределения случайного вектора, вспомним, что это такое. плотность распределения, плотность распределения, значит, это была такая функция П от У, которая была неотрицательна, конечно же, измерима, и удовлетворяла вот такому соотношению. Вероятность того, что наш вектор Кси попадает в какое-нибудь множество дельта, равнялась сейчас интегралу по множеству дельтам от П от У д. Ну вот. Хорошим примером случайного вектора, имеющего плотность распределения, является следующий. Например, пусть Кси – это случайная точка в единичном круге, случайная точка в круге Х квадрат плюс Х1 квадрат плюс Х2 квадрате меньше или равно единичке в Р2. Почему это хороший пример? Ну, потому что мы вот такие вероятности умеем легко вычислять. Это простейший геометрический вероятностный эксперимент. И, следовательно, сейчас я знаю, что если у меня дельта под множество вот этого единичного круга, давайте я так напишу, под множество B0,1, так, единичный круг с центром в нуле, вот, то вероятность того, что наша случайная точка попала в это множество дельтам, вычислялась просто. это была мера липиа множество дельтам разделить на π, да, π – это сейчас площадь нашего единичного круга. Вот. Что то же самое, что интеграл под дельтам вот тут надо написать так. просится написать просто единичка на π. Но мы уже с вами хорошо помним из свойств случайных величин, что интеграл от плотности распределения попрямую, ну, в нашем случае, по всей плоскости, должен быть равен единице. Поэтому просто единичку на π я там написать не могу, в конце, все плохо. И я пишу здесь индикатор того самого круга B01. От точки U, все это DU. Вот тогда у меня то, что здесь получилось, и есть та самая множество распределения B1. Ну, вот пример случайного вектора, имеющего плотность распределения. Я думаю, что так же несложно привести пример случайного вектора, который плотности распределения заведомо не имеет. Ну, вот, например, такой. Давайте посмотрим, как обстоит дело со случайным вектором, который, вроде бы, с точки зрения такого вот исследования очень хороший. Рассмотрим случайный вектор, тоже в R2, такой, что у него координаты равны. То есть, это вектор ξи, ξи. О, вот так. То есть, ξи1 равно ξи2 равно какой-то случайный ξи. Вот. Может ли вектор ξи иметь плотность? Ответ очевидный отрицательный. Почему? Да потому, что давайте мы нарисуем картинку. Вот это будет R2. И теперь мы нарисуем здесь, где же живет наш вектор ξи. А раз у него равные координаты, то вектор ξи обязан жить на диагонали. ξи всегда находится где-то тут. Ну и теперь что же. Если я возьму произвольное множество трельта, вот, то что же получается? Пускай это будет множество трельта. если бы если бы у вектора ξи была плотность, вот, мы положим, что существует плотность, тогда что? Вероятность того, что наш вектор ξи принадлежит дельта пересечь с L маленькая до ну и должна бы равняться, раз плотность есть, интеграл по дельта пересечь с L маленькая P U D так вот это нуль. Это нуль, да? Потому что L маленькая это одномерный объект. У него двумерная площадь равна нулю. Чтоб они не интегрируют, получишь ноль. Так что получаем очень плохой результат, что все множества шокси вообще никуда не попадают. Но это абсурд. Так что плотности в данном случае быть не может. Не существует сейчас плотности по такой случайной величине. Такого случайного. Ну вот. Значит, мы познакомились с основными объектами, вернее, частично познакомились, частично вспомнили о том, как выглядят основные объекты, связанные со случайными векторами, характеризующие его. Ну и теперь уже можно переходить к основному определению, с которым мы будем работать. Это определение гауссовского случайного вектора. Ну вот, сначала оно кажется очень абстрактным, а дальше мы поймем, что оно весьма и весьма удобно для теоретических, а даже и для практических обсуждений. Случайный вектор кси называется гауссовским гауссовским, если для каждого лямбда, принадлежащего ренду, такая случайная величина кси скалярного множить на лямбда, гауссовская, гауссовская, как видите, здесь снова происходит та же самая апелляция к скалярным произведениям. Когда мы исследуем случайный вектор, о нем очень удобно говорить в терминах его скалярных произведений с элементами исходного пространства. Итак, еще раз. Мы называем случайный вектор гауссовским, если все такие скалярные произведения являются гауссовскими. Требование выглядит невинным, но мы сейчас увидим, насколько оно геометрично и каким очень красивым свойством приводит. Это определение настолько важно и широко используется, что для него, как обычно, есть различные формулировки. Вот еще одну формулировку запишем, связанную с этим определением. еще одно определение. Сами случайные величины называются совместно гауссовскими, совместные гауссовские, если вектор синий снег составленный гауссовский. то есть любая линейная комбинация любая линейная комбинация комбинация сумма пока от единички до лямбда к к гауссовская. Вот. Ну вот это определение совместно гауссовских случайных величин. Почему оно как бы появляется параллельно с гауссовским вектором? Ну потому что на самом деле в дальнейшем мы там на четвертом курсе познакомимся с тем, что интерес представляют совместно гауссовские системы случайных величин, состоящие из более чем конечного числа случайных величин. Ну и тогда вот векторы из них вроде как не составишь уже, а вот любая линейная комбинация может быть рассмотрена и можно требовать чтобы она была гауссовской. Вот. Ну все это замечательно, давайте смотреть на всякие примеры, а то вдруг под такое симпатичное определение нет примеров. Примеры есть, давайте посмотрим. Посмотрим. примеры ленивого человека, как бы очевидный. Возьмем какую-нибудь случайную щенок кси, которая имеет нормальное распределение с параметрами а и сигма квадрат. Затем устроим наш случайный вектор так, как только что мы рассматривали в плохом примере для полностью. То есть так, что у него все координаты сейчас равны между собой и равны кси. Ну вот тогда получается, что такой вектор кси кси1 кси будет гауссерским. Давайте это проверим. В чем должна состоять проверка? Я просто вычисляю сейчас скалярное произведение и определяю его распределение. Сейчас такое скалярное произведение в силу равенства всех координат это не что иное как просто случайно кси умножить на сумму пока от единички до n лямбда кси. То есть это случайно кси умноженное на число. А мы с вами знаем, что при умножении гауссовской случайно на число ее параметры просто изменяются она остается гауссовской. То есть это будет случайно имеющая нормальное распределение с параметрами ну здесь вот эта сумма пока от единички до n лямбда катых она умножается на а а здесь эта же сумма возводится в квадрат пока от единички до n лямбда катых вот и она умножается на си в квадрат в квадрат так что да вот получилось есть у нас по крайней мере один пример гауссовского вектора ну понятно что это шалатанство на самом деле одномерный вектор это просто одна случайность на кси умноженная на вектор состоящий из единичек вот давайте посмотрим как бы противоположный случай когда координаты независимы и тоже имеют гауссовское господин пусть кси 1 кси n независимы независимы и сейчас и давайте я буду считать что их распределение имеют стандартное гауссовское распределение то есть средний ноль и дисперсию равного единичка ну тогда для всякого лямбда который принадлежит рн вот такая сумма по к от единички до n для лямбда кси к это сейчас будет что такое это будет сумма независимых независимых гауссовских случайных величин почему так ну мы с вами помним только что мы уже использовали при умножении у меня получается гауссовское случайное потому что кси кси при умножении независимых случайных величин на числа они остаются независимы значит здесь у меня сумма независимых гауссовских случайных величин следовательно она сама гауссовская так это мы тоже помним из прошлого семестра осталось посчитать параметры я тут что-то вытру параметры сейчас выглядит так среднее ну понятно это будет нуль потому что мы поумножаем лямда на нули дисперсия это будет сумма дисперсии случайных членов были независимых и каждая будет возводиться лямдокатая в квадрат значит здесь стоит на самом деле квадрат нормы вектора лямда вот так что ну вот мы имеем еще пример гауссовского случайного вектора возникает мысль что может работать при построении таких примеров пока вот такой мотив мы что делали мы умножали вот тут случайные гауссовские величины независимые складывали вот то есть мы как бы делали какие-то линейные преобразования вот то есть возникает мысль что можно вот так пробовать получать и другие гауссовские случайные вектора вот оказывается что мысль это крайне продуктивна вот но перед тем как ее обсуждать нам стоит смотреть какими же параметрами определяется гауссовский случайный вектор ну распределение гауссовского случайного вектора почему я об этом говорю так потому что вот вот еще сохранилось на доске две надписи мы видим нормальное распределение напрямую задавалось средним и диспенсии но возникает что распределение гауссовского случайного вектора в пространстве РН будет задаваться средним и комбинационным отцом это действительно так для того чтобы убедиться в этом достаточно выписать характеристическую функцию гауссовского случайного века мы с вами сегодня обсуждали что характеристическая функция однозначно задает распределение так что имеет смысл следовать как же выглядит характеристическая функция гауссовского случайного века итак я буду сейчас считать что КСИ это гауссовский вектор гауссовский вектор и он имеет среднее и ковариацию вот давайте напишем вот это есть ковариацию КСИ КСИ давайте напишем формулу как выглядит сейчас характеристическая функция вектора КСИ ну я напоминаю сейчас характеристическая функция вектора КСИ от вектора лямда мы сегодня с вами писали что-то такое это есть математическое ожидание Е в степени КСИ скалярно умножить на лямду то есть на самом деле это сейчас характеристическая функция вот этой случайной величины взятая в точке и я позволю себе так и написать это есть характеристическая функция случайной величины КСИ умножить на лямда посчитанная в точке 1 тут у нас нету никакого множителя после лямда зачем я так пишу да потому что я знаю что сейчас КСИ умножить на лямда это гауссовская случайная величина почему так да потому что я знаю что у меня по условию КСИ гауссовский вектор значит такое скалярное произведение гауссовская случайная величина больше того я параметры КСИ и лямда знаю ну я что-то вынужден вытереть формула такая у нас была я знаю что сейчас математическое ожидание скалярного произведения КСИ лямда равно м лямда а дисперсия КСИ лямда это есть как раз квадратичная форма матрица матрица это мы с вами обсуждали раз так то я могу продолжать равенство я знаю характеристическую функцию гауссовского случайного гауссовского случайного включены это есть е в степени и на среднее среднее сейчас м лямда дальше минус одна вторая давайте я так напишу 2 а здесь чего должно стоять вот это число в квадрате единичка в квадрате я просто не пишу на дисперсию дисперсия выписана это а лямда лямда на квадратичную форму а лямда лямда все мы с вами знаем как выглядит характеристическая функция гауссовского случайного вектора вот ответ и мы видим что как и в случае случайных величин для гауссовского случайного вектора есть два параметра которые полностью определяют распределение это вектор средних и матрица ковариации в зависимости от них мы будем получать различные свойства исходного гауссовского случайного вектора ну теперь нам дальше предстоит разобраться а для произвольной или матрицы ковариации вектора средних эта штука будет характеристической функцией гауссовского случайного вектора Когда вектор будет иметь плотность, какой вид плотности и каковы свойства гауссовских случайных векторов. В зависимости от специфических свойств, по-видимому, матрицы к вариациям больше, чем вектор АС. Это дальнейшая программа. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание.